Комбайнеры, механизаторы, доярки, ветеринары, агрономы и представители еще десятка профессий отметили свой праздник – День работников сельского хозяйства. Его каждый год празднуют в третье воскресенье ноября. Сегодня особо отличившихся поздравили и наградили в неформальной обстановке. Они получили почетные грамоты и благодарственные письма от главы региона и министра сельского хозяйства. Агири Мукашева пообщалась с теми, кто трудится на селе. Вместо кабинетов – палящее солнце и бескрайние поля. А офисные кондиционеры заменяет степной ветер. В любую погоду, в любой сезон работы у тех, кто живет на селе, хватает круглый год. Посеять, вырастить, защитить от вредителей и непогоды и вовремя собрать урожай. А зимой готовиться к следующей весне. Не легче и животноводам, которые днем и ночью переживают за своих подопечных, беспокоятся о здоровом потомстве. Благодаря трудолюбию именно таких людей мы по праву носим звание главной житницы страны. Несмотря на сложные погодные условия, в этом году нам удалось получить неплохие результаты. С каждого гектара собрано 18 центров зерна, свыше 5 миллионов тонн по области. И это, конечно же, результат вот той кропотливой ежедневной работы огромного количества специалистов, механизаторов, трактористов, комбайнеров, агрономов. Они взяли на себя ответственность за жизнь больше половины жителей региона, подчеркнул Кумар Аксакалов. 55% североказахстанцев живут на селе. Их благополучие, кстати, во многом зависит от руководителей. Благодаря некоторым из них населенные пункты по-настоящему процветают. И условия жизни там ничуть не хуже городских. А все потому, что думают не только о своем кармане. В этом году нашему селу исполнилось 90 лет. На 90 лет нашему селу мы решили подарить свое село красивым, хорошим асфальтом. Два километра. Кроме этого мы построили три домика. Сдали три домика строится. Ежегодно мы строим дома. За последние 10 лет мы построили уже 40 дворов. За вклад в развитие села Бржан Шаймерденов получил ведомственную награду. Звучали со сцены в этот день имена лучших комбайнеров, механизаторов, агрономов. Еще больше тех, кто удостоился почетной грамоты или благодарственного письма главы региона. Говорят, грамотный агроном может вырастить культуру даже в песочнице. В нашем регионе проверять, к счастью, не приходится. Но собрать 5 или 55 центнеров с гектара во многом зависит именно от этого специалиста. При этом и землю истощить нельзя. В общем, целая наука. И ее Мурат Нукуманов постигает в 45 лет, за что и получил сегодня звание ветерана труда. Агроном работы ответственная. Действительно, это судьба урожая, которой действительно мы обеспечим безопасность страны. Начиная с осени, готовимся к урожаю предыдущего года. Начиная с зяби, закрытия влаги, минеральное удобрение, внесение. Встают с первыми петухами, трудятся, не покладая рук до темноты. И только вечером перед сном вспоминают об усталости. Мурат Тиштин другого режима и не знает. Мужчина 30 лет работает механизатором в родном селе. Честно и преданно за это получил свою первую награду. Сельская жизнь особенная. Свежий воздух, природа, постоянно чем-то занят. Даже после работы по хозяйству обязательно какие-то заботы найдутся. Скучать, в общем, не приходится. Да и некогда. Но как минимум раз в год работникам сельского хозяйства можно забыть о хлопотах. Третье воскресенье ноября – их профессиональный праздник. Айгири Мукашева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.